Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По профессии я инженер, у меня техническая специальность. Да, у нас микрофон чуть-чуть ближе. По профессии я инженер, у меня техническая специальность. Началось всё ещё со школы. Мне мама подарила книжку по рукоделию. И в конце книжки буквально 5-6 страниц там было о бисероплетении. О бисероплетении, да. Такие вот маленькие тоже фенечки, по-моему. Да, да, да. То есть все мы этим болеем в детстве. Всё с этого начиналось. Но кто-то уходит в более профессиональный, да? Вы окончили именно художественную какую-то школу или... Нет, никакой художественной школы у меня нет. Было непродолжительное обучение у художника. Вот где я жила, там у нас жил художник. Он собирал детей, он их обучал. Вот я у него некоторое время обучалась. А обучались рисунку какому? Очень разные стили. Там было и художественное направление, портреты, пейзажи. То есть вот всё, чему обучают детей. Ну, у нас тоже уроки рисования были, Лена. Но мы как-то вот не пришли к такому, да. Вот. Вообще я посмотрела у вас сайт, где выложены ваши все украшения, ваш магазин. Вот первое, что мне, скажем так, в глаза кинулось, да, это вот ваши браслеты. Можно я их достану, да? Да, конечно, конечно. Вот. Я когда вот увидела вот такие вот вещи, да, думаю, ну, это вот для таких женщин там в годах, вот уже такие массивными камнями, они добавляют возраст. Вот вы со мной согласны или нет? Не совсем. То есть не добавляют возраст такое украшение? На самом деле молодые девушки с удовольствием их носят. Они всё зависит от стиля, от одежды, от случая. То есть у меня какое-то предвзятое немножко мнение, да, что это вот камни. Просто я, знаете, очень часто встречаю у нас в городе женщин, да, это на самом деле так. Женщинам уже плюс 50 там, и у них вот такие большие каменья, вот эти вот кольца, вот это, да. И думаешь, ну, классно всё, это натуральные камни, это всё вроде так благородно, но как-то они вот утяжеляют, что ли, её ещё. А вот бисер, что он для женщины, он добавляет или наоборот, отбавляет возраст. Какой возраст у ваших покупателей тогда, если правильно сказать? Абсолютно разные. Да? Да, это есть девочки маленькие, буквально там 5-6 лет девочка, она покупает цветочек из бисера. Ну, ей родители покупают, да? Ну, да, родители покупают цветочек из бисера в центре камешек. Ну, это случай из жизни, как говорится, из практики. Молодые девушки берут колье для каких-то случаев. Они, конечно, выглядят более женственно. Это жемчуг, это розовый кварц. То есть всё зависит от камня, всё зависит от оформления, всё зависит от стиля, в котором сделано украшение. То есть, смотрите, вот на самом деле такое повседневное не оденешь украшение, да? Оно обязывает, вот, скажем, при полном параде быть, то есть и платье, и макияж, и прическа. То есть эти украшения, это, скорее всего, вот на выход. Ну, именно вот это, которое стоит перед нами, конечно, да. Но украшения, например, которые на мне, они предназначены для повседневной носки. Давайте ещё посмотрим. Вот вы очень много принесли. Я надеюсь, что мы успеем всё показать. Бесспорно, тоже долго очень рассматривала, ой, прошу прощения, в интернете сумку, вот которая вот здесь вот вышита, да? Да, это вышивка бисером. То есть её разглядывать можно очень долго. Она на самом деле очень красивая, немножко такая тяжёлая, такая массивная. Вот как возникает, скажем, идея, вот применить, вот именно вот так выполнить, скажем? Вы рисуете? Всё, опять же, зависит от идеи, которая пришла мне в голову. Если говорить, например, о сумочке, то она выполнена по старинным схемам. Если, например, говорить вот о такой брошке, то я её сделала буквально, увидев мультик детский, старый, советский, там вот на девочке такой бантик был, и брошка нарисовалась. Так, а вот такие вот заколки, да? Это такая заколка, по-моему? Да, это заколка. Это была серия украшений, но вот в данном случае заколка. Тоже, опять же, всё рисуется. А вот это что за камень? Это, да, в середине это камень, ворисы прессованы впереди. А где берёте, вы заказываете камни, или у нас есть в Перми, где их купить? Ну, в Перми проходят ярмарки, конечно, если непосредственно в Перми. Но я чаще всего пользуюсь интернет-магазинами, мастерами, которые работают с камнями. Вижу, что у нас есть вопросы. Оля, пожалуйста. Я вот прямо здесь сижу, у меня желание вот прям сесть к вам рядышком, и человек вот это вот все перебирать, мельник и другую. Так, микрофон, Ольга, у нас пропал микрофон. Да, 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 да. Не могу удержаться. Вот я говорю, мне прямо хочется к вам рядышком сесть, начать это все перебирать, примерять. А скажите, пожалуйста, какая ценовая категория? Ой, ценовая категория зависит от объёма работы, от использованных материалов. То есть не всегда натуральный материал, это дорого. Например, кристаллы Сваровские могут стоить на порядок дороже. Если вот просто в магазине купить, да? Вот кристаллы Сваровские, вот я частенько прохожу в магазины, ну, они достаточно, ну, вот я всё время смотрю, ну, блестит оно, оно не вызывает у меня желание купить, если честно. Да, красивый камень, вот он блестит, а как это называется, не торкает, вот его не хочется купить, ну, блестит и блестит, и будет блестеть. Нет какой-то вот живой энергии, что ли, в украшениях. А здесь, вот Ольга, согласись со мной, что вот хочется купить, я тебе сейчас покажу. Вот я говорю, я вот сижу, меня прям тянет, да, но такая, вот сколько такие серёжки стоят? Такие серёжки стоят 1800. Всего? Да. Оля, здесь, кстати, вот кристаллы Сваровские в центре, да, представлены. А скажи, пожалуйста, вот сколько по времени уходит на изготовление одного заказа? Ой, это очень абстрактный вопрос, потому что... Индивидуально, да? Да, каждый раз индивидуально. Потому что, вот, например, такие серёжки, я их сделаю меньше, чем за день. Да? Да. Но это уже профессионализм. Да, да, это уже... Это уже опыт. И не только, вот, например, разработка непосредственно оплетения, вот такого оплетения, она заняла примерно дня полтора. Вот само оплетение, пробовать, какие бусины включить, какого размера. То есть это всё занимает... Примеряется, да? Да, это всё примеряется. И чтобы не болталась, крепко сидела, не расплеталась. Вот. И потом, когда уже процесс налажен, когда я отладила сам процесс плетения, уже изготовление следующей, как говорится, партии занимается совсем недолго. То есть можно заказать даже по фотографии. Да. Что-то понравилось и можно сказать, хочу подобное, да? Да. Но это касается каких-то стандартных вещей, как вот в данном случае кристаллов Сваровские. Если используются натуральные камни, то, конечно, там уже нужно согласование дополнительное, потому что... Там уже эксклюзив, да? Да, там уже идёт эксклюзив. Вот шеф-редактор нам показывает, что время наше заканчивается, к сожалению, как-то быстро. Вот я ещё хотела такой вопрос задать, и не знаю, почему-то у меня возник. Бывает такое, что вот начинаешь делать вещь, да, а она вот не идёт. Вот, ну я не знаю, вот просто как вот у художника. Возникает такое, что вот не нравится, и вещь как-то надолго откладывается в ящик. Не то, чтобы не нравится, я, скорее всего, понимаю, что я не нашла к ней какой-то материал. А, вот как, да? То есть недостаточно хорошо обрамление, значит, нужно поискать другое решение. И оно, как правило, находится, даже если бывает вещь лежит по 4-5 месяцев. Такое было, да? Насколько вот вы сейчас больше всего продаёте в интернете, да, в интернет-магазине? Кстати, можете сказать, как он называется, чтобы знали, куда можно зайти? Интернет-магазин на Fancy, на Etsy, он называется Obelet Fancy на английском языке. Можно зайти, зафаворитить нас и приобрести любые изделия. Они, то есть это можно вот просто вам написать, оплатить там и так далее, и так далее. И можно заказать. А заказ как тоже отправляет вам в какой-то контакт или где найти можно? Меня можно найти в ВКонтакте. Заказ, который отправляется через Etsy, там идёт отслеживание, очень жёсткое отслеживание. Мы отправляем трек-код, который идёт от Почты России, и можно будет отследить посылку непосредственно до практически своего порога. Ещё какие вопросы есть? Или у нас всё, эфир заканчивается, да? А в ВКонтакте ещё раз повторите, как вас найти? В ВКонтакте Елена Яковлева, изготовление украшений, да. А вы на ярмарках участвуете в Пермине? Да, в пермских ярмарках, да, я участвую. Всё, то есть есть возможность найти эти украшения. Ну что ж, мы прерываемся опять же на несколько минут, и я ещё раз благодарю Елену за такие прекрасные украшения. Спасибо, Лена. Вам спасибо, что пригласили. Субтитры создавал DimaTorzok